получилась у нас вот такая замечательная история которую мы сейчас вывесим всем привет на канале готовим вкусно и сегодня вторая часть видео про бастурму или про вяленое мясо в походы или пивасу ну или вообще как в качестве такого хранения мяса либо закусок так ладно киса сниматься не хочет это грустная какая-то киса короче расскажу вам такую историю должно было сниматься три видео различных и ну вы видели предыдущую часть но в силу моей работы так получилось что было очень большое количество пациентов и пришлось вот просто забыть о мясе в на неделю поэтому сейчас мы будем готовить все совместно и курицу и ногу и говядину это ничего страшного мясо больше чем нужно соли не возьмет поэтому погнали достой мясо с холодильника и смотрим что у нас получилось начнем пожалуй смотреть из курицы курица должна была находиться в соли всего двое суток вместо этого она пролежала почти семь дней в принципе это ничего страшного заодно сможете оценить какое количество влаги имелось в нашем мясе видите при такой герметичной упаковке столько влаги вытянула соль так по поводу мяса то что она высаливалась на 4 дня дольше чем нужно ничего страшного мясо больше чем нужно соли не потянул вот видите кусочки никак не обвисают они вот такие упругие стали это хорошо поскольку мясо у нас все находилось одинаковое количество времени я не делал так как было нужно там два дня четыре дня и семь дней я сейчас его буду доставать в одну единственную емкость и делаю ту процедуру которую нужно было бы делать по отдельности достаем наши кусочки я думаю пол-литра жидкости точно стало очищайте это все от соли можно не особо стараться все равно мы это сейчас под проточную воду судя по курочки могу вам сказать что просолила она то что нужно и никакая инфекция никакие бактерии никакая плесень я думаю мне не сможет завестись при такой просолки вообще просолка это один из самых надежных способов хранения мяса и он даже круче чем копчение копчение как вы знаете в древности также использовалась для того чтобы хранить мясо как можно дольше все осталось чистая соль и вода в принципе вот это все можно выбрасывать не жалейте его не нужно оставлять на какие-то другие куски мяса потому что там уже мясные соки и грубо говоря соль испорчена теперь говядина мясо говядины опираясь на мой прошлый опыт должно потемнеть сашкой дом если курица еще как-то сохранила свой цвет как и ожидалось посмотрите первый ролик какого она была объема говядина и какая она стала эти практически плоский кусок это то что я вам говорил когда планируете засаливать мясо вам нужно понимать что то что вы ожидаете будет в два раза а то и три раза меньше чем то что вы положили чем то что у вас получится по факту поэтому всегда делайте большие хорошие куски ну и то что я еще никогда своей жизни не готовил это нога козленка давайте посмотрим как у нее дела ну тут аналогичная ситуация красное мясо она быстро темнеет ну прям такая дубовая стала вот аналогично она потеряла огромный объем жидкости и стала такая упругая и прикольно также это все дело сюда а ножка сюда как-то слабо помещается ну ладно это мы сейчас решим итак мясо выкладываем в какую-нибудь емкость и первое что мы делаем это нужно его отмыть от соли поскольку курица у нас легка перележала да в принципе чтобы мясо не было очень соленым смываем остатки соли я уже прям в предвкушении какая же получится эта нога козлика по вкусу если честно я вообще козлятина как бы редко ем и в основном каких-то шашлыках видите курица практически не поменяла свой цвет поэтому как именно мясной деликатес он будет смотреться весьма интересно такие розовые кусочки вот и темная говядинка которая на среде будет такая прям темно-красная хорошенечко все промываем так съемкости вымываем остатки соли возвращаем назад мясо теперь самый важный для конушка не помещается сделаем так чтобы вода лилась прямо на нее делаем тоненькую тоненькую струйку и оставляем часа на полтора что у нас по специям и так начнем готовить специи для обмазки куриной грудки смотрите курица мясо постное и пресное поэтому я возьму вот такую смесь трав что у нас здесь входит петрушка майоран укроп кориандр горчица и селера это среднеземноморская смесь трав в принципе если ее нету можете брать и по отдельности тот же самый майоран розмарин неважно я взял вот такую сушеную специю какой-то неизвестной компании любыск в принципе вряд ли вы найдете если вы не с украины что-то похожее хотя в россии в пятерочке много разных видео специй но я думаю где-то вот так будет нормально теперь курицу можно было бы чем-то облагородить например по цвету и по вкусу добавим сюда кукурму но на тот объем я думаю где-то одну столовую ложку где-то вот так готово но мясо бледное что нужно сделать для этого для этого можно легко сделать добавив паприку чтобы она стала более красным добавим также где-то около одной столовой ложки паприки я сыплю на глаз потому что я знаю что этими вещами с испортить мясо практически нельзя так ну и что я могу сказать это еда если мы готовим например ее для пива она должна быть острая поэтому я добавлю красный острый перец он даст и остроту и также добавить более красный цвет буквально где-то чайную ложку может меньше вот так готово но это все сухой порошок мы его размешиваем и естественно что порошком обмазать кусочки не получится поэтому для того чтобы специи хорошо смешались и отдали все свои ароматы заливаем кипятком добавляем немножко воды и размешиваем нам нужна консистенция густой густой сметаны помногу сразу не добавляйте потому что специи они-то разбухают но если вы переборщите с водой то они будут плохо держаться на кусочках мясом примерно чуть-чуть жиже можно сделать обязательном порядке заливаем это все кипятком они холодной водой иначе специи не смогут раскрыться настояться ну и соответственно потом передать это все мясо такой интересный аромат получается вот примерно до вот такого состояния размешиваем и отставляем в сторону это будет замазка для куриц теперь что касательно замазки для говядины у меня остался еще пажитник он же чем он и это просто мастхэв для бастурмы из говядины я беру остатки своего чем она здесь наверно одна чайная ложка на чуть больше 2 чайных ложки этого конечно маловато но за неимением большего это можно купить кстати в любом магазине называется она пажитник чаман шамбала и в принципе можно купить в любой стране в любом интернет-магазине так аналогично добавляем сюда паприку добавляем черный молотый перец вот у меня есть с добавлением чеснока можно взять черный молотый перец и плюс чеснок отдельно сухой молотый у меня есть два в одном эти гранулы перса уже где-то столовая ложка может чуть чуть больше вот так само собой необходимо добавить остроты каенский красный перец вы не подумайте это не реклама потому что вот разные марки совершенно и нет по барабану и их пользую как когда придется добавляем где-то столовую ложку красного каенского перца у меня уже в носу щиплет и хочется чихать в принципе вот это базовый набор которого более чем достаточно особенно с использованием чем она для говядины и размешиваем до образования пастообразной массы если получаются какие-то кусочки вот таких чайная ложечка и можно растирать настаиваться специи должны минимум 30 минут ну вот как раз пока мясо там где-то промывается водой вот это все тут по разбухает вот сравните разница 1-2 минуты мы здесь уже так а здесь еще вот так вот за две минуты они все разбухнут и будут одинаково вязки если вы переборщили с водой ничего страшного просто возьмите и добавьте еще специи ну и самое прикольное замазка для козлика честно я не знаю пока какими специями лучше всего его готовить если есть у вас такая возможность или опыт можете написать в комментариях а я пока возьму просто смесь пяти перцев то есть здесь есть паприка душистый там какой-то еще перец и сколько здесь интересно так перец душистый черный белый паприка красный паприка зеленый продукт может содержать следы глютену горчицы селеры семена куджута прикольно короче странный какая-то марка марка это приправка что значит может содержать и зачем содержать я не знаю но короче будем рассчитывать что здесь только перец и вот эту смесь пяти перцев мы засыпаем для обмазки козлика кстати хочу обратить ваше внимание что вот эта торговая марка она сразу идет насколько я вижу с гранулами соли поступаем аналогичным образом размешиваем воды немножечко видите то что я вам говорил спешил воды немножко перелил больше чем нужно и получилось жиденько но ничего страшного значит добавляем сюда еще чилика и добавим еще черного смотрим выравнилась ли ситуация теперь даже чуть ли густовато получилось в общем дело это все не страшно и можно регулировать можно корректировать ну теперь в самый раз можем посмотреть теперь все вместе здесь у нас идет по цвету разные курица замазка для говядины ведь она уже такая плотненькая стала ну и свеженькая замазка для козьей ножки все еще раз это все перемешаем ну и оставим на полчаса настаиваться и так спустя 40 минут под проточной водой мясо можно забирать если у вас не было возможности это все оставить под проточной водой значит нужно сделать следующую вещь налили воды через 15 минут слили и так течение двух часов каждые 15 минут менять воду это для того чтобы мясо вымочить и убрать лишнюю соль начинаем мы с вами из курицы выкладываем кусочки нам их нужно обсушить если у вас позволяет время можно вынести просто это на улицу для того чтобы она немножко обветрилась подсохла но у нас время поджимает у нас съемка поэтому берем промакиваем можем брать вот так вот индивидуально кусочек каждый заматывать просушивать все видите сухое нас к откладываем его сторону и так поступаем с каждым кусочком берем нашу замазку для курицы видите то что я говорю настоялись специи и соответственно стало все густое такое и выкладываем на курицу очень ароматно пахнут наши травы ну и задействуем просто наши руки немножко их испачкаем берем эти специи как можно раз массируем кусочек на кусочек не стесняемся и задача хорошенечко обмазать каждый кусочек хорошенечко проходим каждый кармашек вот эти все загибы чтобы везде попали специи чтобы мясо было равномерно ароматным острым и вкусным и даем ему немножечко подсохнуть аналогично поступаем из куском говядины полотенчик кусочек мяса и промакиваем очень вкусно пахнут специи чесноком не чеснок очень нравится в бастурме также очень сильно слышно аромат чимана ну а собственно говоря бастурму из говядины нужно уже таким более толстым слоем делать это все так же не боимся испачкать руки нужно сделать небольшой массаж кусочку мяса я думаю в течение 5-6 минут нужно вот так его массировать отлично оставляем полежать минут на 15-20 для того чтобы она слегка подсохла ну и естественно венец нашего бастурмирования скажем так это козел нога кстати очень важный момент когда мы после высылки мясо достали не должно быть никаких посторонних запах запахов гнили там или неприятных каких-то запахов мяса практически ничем не пахнет если это курица либо имеется его характерный запах но он достаточно свежий то есть нету такого запаха тухлятины еще чего-то если и запах тухлятины все его надо выбросить она не годится для дальнейшего употребления и приготовления этому мясо пахнет вот просто солью и козликом но потому что запах козла весьма тяжело чем-то перебить поэтому это допускается это нормально но никакого запаха гнилостности нету аналогично поступаем с козликом видите как они все по цвету разные наши замазки ну соответственно что куда добавлялось отсюда и цвет меняется ну все ножка промазана промассажирована оставляем тоже ее на 10-15 минут итак друзья теперь мы с вами на финишной прямой все что нам осталось сделать это используя вот такую штуку девайс треппель плечики вешалка кто как ее называет для того чтобы разместить все наши раз два три 4 5 6 кусочков мяса для этого берем нитку складываем ее в 3-4 раза зависимости от ее прочности и делаем следующую вещь где-то мы можем взять за кость если это у нас мясо на кости хорошенечко туго затягиваем чтобы она у нас не соскользнула вот так вот видите все мяско будет себе висеть не скучать никому не мешать и привязываем его нашим вешалки треппелю кто как называет все получилось вот так она будет висеть сушиться переходим курочки смотрите какая ситуация на всех разные специи если вы это будете сушить в одном месте если вы готовите одного вида мяса то тогда без проблем просто там на одном уровне его поставили между ними полос поставили спички и все они не соприкасаются соответственно нет никаких проблем здесь разные наборы специй я не хочу делать там три-четыре вешалки соответственно я просто буду регулировать длину нитки на которой будет размещаться мясо еще есть такой вариант что курицу можно сделать проткнуть зубочисткой и за зубочистку его зацепить у меня сейчас зубочистки с собой нету поэтому будем выбирать кусочек мяса и за него завязывать вот таким образом нитка хорошо при врезается в мясо поэтому она не соскользнет и проблем с ним возникнуть не должно вот видите вот так она будет висеть и так спустя три минуты мытарства получилось у нас вот такая замечательная история которую мы сейчас вывесим и оставим отдыхать и так что касательно где это вешать есть два варианта в доме на кухне вы можете посмотреть это делал в одном из предыдущих роликов или на улице либо на чердаке самое главное соблюдать две вещи первая хорошая проветриваемость второе это отсутствие прямых солнечных лучей иначе она просто засохнет и испортится то есть никакой вы вкусные бастурмы вы не получите теперь переходим к тому что мы ее повесили и это самая длительная будет часть мы с вами увидимся я думаю неделю через три и будем смотреть уже по факту что у нас получилось какие вкусняшки у нас будут из вот таких вот красивых кусочков погнали вешать и так я предпочитаю это хранить на улице по двум причинам во первых с глаз долой из сердца вон потому что она пахнет просто специями обалденно и ты ходишь такой каждый раз у тебя кишки короче выворачиваются такие дай пожирать соответственно когда она находится тебя перед глазами это очень тяжело и проще когда вот так ты его на чердак куда-нибудь вынес главное вот у меня есть такой навес здесь хороший поток воздуха идет защищено от прямых солнечных лучей сейчас лето и в принципе со средины весны до середины осени это можно делать абсолютно спокойно на улице в другие времена года некоторые делают это в холодильнике не знаю насколько так прикольно получается но мне нравится мясо такое более сухое я не уверен что в холодильнике можно добиться такого на плотного сухого мяса теперь смотрите вы его оставили вот так минут на 20 для того чтобы все полностью просохла здесь и теперь самый важный вопрос который у вас будет на в голове вертеться это как защититься от мух все очень просто возьмите марлю и просто создайте ему такой как балахон в принципе все что осталось это вот здесь нитка его затянуть и все на три недели можем забыть о том что на что-то висит что я вам хочу сказать бастурмируйте много бастурмируйте сразу много потому что это разойдется буквально вот так вот просто по щелчку пальца это очень вкусно и принципе тут мясо ну реально понты совсем ну для похода какого-то длительного в принципе хватит во первых и сушеное мясо но калорийной свою не теряет она просто теряет весе из-за отсутствия влаги но его скажем так энергетические способности остаются такими же поэтому это отличное мясо как для похода так и просто перекусить или посидеть где-то с пивом на рыбалке с друзьями все на три недели мы за вот это забываем и увидимся с вами через три недели с вами был канал готовим вкусно с вами я павел и до скорых встреч